Что ж, всем привет! В этом уроке я расскажу, как настроить Dota 2 на слабых компьютерах так, чтобы увеличить FPS. То есть, выжать из Dota максимум. Приступим. В своем паблике я составлял детальный гайд, как выжать из компьютера максимум для Dota 2. Что ж, первый пункт. Установим файл подкачки, равный вашему объему OZU, умноженную на 2. Итак, компьютер, свойства. Нажмем «Дополнительные параметры системы». Для начала нажмем галочку «Обеспечить наилучшее быстрое действие», переменить, окей. Далее установим, собственно, файл подкачки. Дополнительно. Изменить. Здесь зададим файл подкачки. Если у вас двухъядерный компьютер, то 4.96. То есть, это получается 2.48 МБ, да, тут считается в МБ. 2048 МБ, умноженные на 2. Получается 4.96. Если у вас меньше ваше ОЗУ, то просто умножаем на 2 и задаем нужный параметр. Окей. Закрываем. Дальше. Установим, собственно, параметры запуска доты. Для этого кликаем нашу библиотеку Steam правой кнопкой мыши по доте 2. Свойства. Установить параметры запуска. У меня они все установлены, поэтому я просто скину вам их в описании с обозначением каждой команды. Все команды работают на 100%, вы можете потом в этом убедиться. Далее. Заходим в директорию Steam. Для этого открываем папку, на которой... Открываем жесткий диск, на которой установлена папка Steam. Открываем папку Steam. Steam Apps. Камон. Dota 2 Beta. Dota. Ой, подождите. Dota. Просто. Правая кнопка мыши по значку dota.exe. Свойства. Совместимость. Отключить композицию рабочего стола. Применить. Окей. Ой. Я этого не делаю, потому что мне это не нужно просто. У меня и так хорошо работает Dota. Нет никаких лагов и так далее. Дальше найдем в директории Dota 2. В файле video.cfg надпись setting queen mod и изменим значение с 1 на 0. Открываем папочку cfg. Вот оно, видео. Вот. Setting mat queen mod. Здесь по умолчанию стоит 1. Ставим 0. Закрываем. Сохраняем изменения. Дальше. Скачиваем ccleaner и defragler. Defragler у меня не установлен, но ваши жесткие диски необходимо периодически дефрагментировать для того, чтобы компьютер работал быстрее. Но ccleaner у меня установлен. Покажу, как им пользоваться. Можно очистить приложение от всяких кэш, там, да, всякое такое. Только советую снимать галочки с вашего браузера, потому что все пароли, там, все такое, вам придется заново вводить и так далее. Также как-то был случай во время интернешнлого. У меня в общем-то не мог я пользоваться торговой площадкой Steam. Не мог пользоваться Dota Lounge из-за того, что писала, что зашли с нового устройства. Подождите 7 дней. Вот. И вот. Полинял немножечко на ставках, не мог ставить ключи, там, на игры. Не мог трейдиться. Ну, кому это не важно, конечно, можно делать, но все-таки я думаю, лишним не будет снять просто галочку, да и все. Так, пока там производится очистка. Посмотрим следующий пункт. Настройки игры. Его мы сейчас пропустим. Начнем пока с ненужных служб. Для этого на рабочем столе нажимаем кнопочку Windows и кнопку R. То есть выполнить. Здесь пишем MS Config. Нажимаем ОК. Снимаем с автозагрузки все ненужные службы. нажимаем нажимаем применить. Дальше. Нажимаем вкладку загрузка дополнительные параметры. По умолчанию стоит один процессор. ставим галочку и выбираем и выбираем максимальное количество процессоров. ОК. Применить. ОК. Система попросит перезагрузки после перезагрузки изменения вступить в силу. Потом вы перезагрузите. В общем ладно оно очищает что-то слишком долго. Пожалуй не буду это делать. Реестр. Также можно чистить реестр. Далее файл autoexcess.cfg Я вам скину его в описании вы его скачаете так же как и вот эти вот команды. Я скину два файлика в одном архиве. Дальше все ненужные службы я так же скину ссылки на сайты где написано какие службы необходимы для работы Windows. Все остальные можно попросту отключить. Но осталось только перейти к настройкам игры. Вот нашло проблему в реестре. В реестре нажимаем исправить не сохраняем исправить отмеченные. Все ошибки исправлены. Что ж теперь открываем доту я специально открыл ее в окне чтобы можно было более наглядно показать. И так вот дота 2 открылась нажимаем настройки видео здесь советую поставить в окне без рамки будет более быстро и более качественно и быстро сворачиваться игра применили разрешение дальше нажимаем дополнительно здесь снимаем все галочки ставим низкие текстуры низкие тени ползунок я конечно не рекомендую смещать так как графика будет страдать но в целом если вы поставите его на 70 ниже не стоит то будет довольно сносно довольно все нормально и вы сможете играть и это обеспечит неплохой прирост фпс и так все мы это применили созданием лобби и посмотрим на наши фпс дота 2 уже будет запускаться с этим конфигом который я вам скинул в описании для этого нужно будет прописать в параметрах запуска доты плюс вот так вот напишу вам плюс но это также будет написано в параметрах запуска которые я также скинул в описании вот так вот напишите в параметрах запуска доты и будет все хорошо Итак, мы видим, что у меня сейчас 39-40 фпс, это при том, что я снимаю видео, при том, что у меня там открыты браузеры и так далее. Обычно у меня где-то 80-90 фпс. До установки конфигов и применения разных настроек эти фпс базировались в районе 60. Так что, все работает, все хорошо, применяйте и поднимите сфпс где-то на 20-30 единиц. При этом графика будет вот такой вот. До новых встреч!